Устная часть экзамена сегодня проходила в семи общеобразовательных учреждениях. Только в 15-й гимназии количество участников ЕГЭ по иностранному языку составило 46 человек. 13 из них написали заявление об отказе в сдаче тестирования. Это те, кто посчитал для себя ненужным набирать дополнительные баллы для поступления в ВУЗ. Раздел «Говорение» оценивается максимальной оценкой в 20 баллов. На выполнение заданий устной части ЕГЭ по иностранным языкам отводится 15 минут на каждого участника. Экзамен проходит за компьютером. Устные ответы выпускников записываются на аудионоситель. На данном ПП у нас система аудитории. Это 4 аудитории подготовки и 3 аудитории непосредственно проведения экзамена. В аудитории подготовки ребята заполняют регистрационные бланки, ждут свою очередь. Затем они проходят в аудитории непосредственно сдачи экзамена. Здесь задания состоят несколько частей. Это и говорение, чтение. После того, как завершается экзамен, все данные собираются, сохраняются, отправляются в край. И в течение 10 дней мы ждем результатов экзаменов. Что касается письменной части ЕГЭ по иностранному языку, то в этом году участники экзамена будут ее сдавать 14 июня. Она выполняется в течение 3 часов и оценивается максимальной оценкой в 80 баллов. В целях контроля во всех учреждениях, где проходит ЕГЭ, ведется онлайн-видеонаблюдение и видеозапись.